Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рухмани рухим, вабихи настоин, вахуаххиру насрин вамуин. Вассалату вассаламу аля саиду ламбияю аля мурсалин, ва аля алихиттайбин аль-тахирин аль-масумин, ва ла анату ддаимату аля адаихим аджмайин, и ла киявми яуми ддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши уроки, посвященные вопросам идеологии. На прошлом занятии мы говорили о могуществе, об одном из атрибутов Всевышнего. Определяя этот атрибут, мы сказали, что этот атрибут заключается в том, что могущественный это тот, кто совершает действия, совершает деяния, если пожелает этого, и не совершает, если не пожелает. То есть ключевым моментом и основным моментом в определении могущества является желание. То есть желание – это условие, необходимое условие. Если пожелает, то совершает, если не пожелает, то не совершает. И именно это отличает могущественного от немогущественного. Итак, обратите внимание, немогущественный, то есть беспомощный – это не только тот, кто не совершает и не может совершить никакого действия. То есть противоположность могущественного беспомощности заключается не в том, что то или иное существо, тот или иной не может совершить какое-либо действие, не совершает это действие. Не только в этом. Беспомощность заключается в этом, но помимо этого еще и в другом. В чем? В том, чтобы совершать то или иное действие, быть причиной того или иного следствия без воли на это. Например, огонь сжигает, но это действие, то есть совершает какое-то действие, но это действие, это следствие огня не является выбором, то есть добровольным выбором огня. И это тоже называется беспомощность. Это тоже является противоположностью могущества в том определении, которое мы дали. Могущественный – это тот, кто совершает действия, если захочет, и не совершает, если не захочет. И мы противопоставили могущество беспомощности, беспомощности, которая охватывает не только что-то, что не может вообще ничего совершить, но и охватывает то, что совершает, но безвольно. Как огонь, например. И также мы говорили об особенностях, истекающих из этого определения. То есть это определение дает нам определенное представление о могущественном. Сегодня мы поговорим об отличиях вынужденной причины от могущественного. Итак, первой причиной является, естественно, наличие и отсутствие выбора, отсутствие воли. Вынужденная причина не обладает выбором, не обладает волей, не обладает знанием, не выбирает, не оценивает свое действие, свое деяние. Например, огонь не выбирает, не обдумывает, не обдумывает свое следствие, не знает то, что он делает. В отличие от могущественного, который обладает выбором, обладает знанием и сознанием. Сознанием того, к какому следствию его действие приведет. Сознанием того, что из себя представляет его действие. Второе отличие также заключается в том, что могущественный может прекратить действие, так как действие является добровольным. То есть добровольно совершает то или иное действие, а раз так, значит, может прервать в любой момент свое действие. Например, как человек, человек, который совершает тот или иной поступок, например, шагает в сторону какой-то определенной цели, посередине пути может остановиться. На любом из своих шагов он может остановиться. То есть имеется возможность прервать действие, прекратить действие, в отличие от вынужденной причины. Например, огонь. Огонь не может существовать, но при этом не сжигать. Нет такого выбора у огня. И третье отличие – цель, наличие целей. Любая воля, любой выбор движется к какой-то определенной цели. Например, человек, направляясь в какую-либо определенную сторону, преследует какую-то цель. Так вот, могущественный обладает в своем действии целью. Например, создание небес и земли. Бог преследовал определенную цель. То есть у этой вселенной есть какая-то конечная причина. То есть та самая цель, которая называется конечной причиной. Имеется какая-то конечная причина созданию всего – человечества, вселенной, звезд, небес и так далее. Но вынужденная причина этой особенностью не обладает. Он не имеет причины в своем действии. И, наконец, четвертое, что очень важно подметить. Четвертое отличие между вынужденной причиной и могущественным заключается в том, что вынужденная причина не может выбирать свои следствия. А как следствие, как результат, следствием вынужденной причины может быть только одно единственное следствие. То есть следствие вынужденной причины однообразно. Например, тот же самый огонь, который сжигает. Например, может ли огонь выбрать и действовать в обратном направлении? Например, леденять, охлаждать? Конечно же, не может ни в коем случае. В отличие от человека. Человек может как сломать, так и построить. Мы видим, что человек может выбрать совершенно противоположные действия. Действия, которые противоположны друг другу, разнообразны, отличаются кардинально друг от друга. Человек может построить дом, а может и разрушить его. Человек может поднимать руку, может опускать руку. То есть мы видим здесь разные по своей природе действия. То есть разнообразие следствий. Таким образом, могущественный обладает разнообразием следствия. А вынужденная причина не обладает подобной особенностью. Это является важным отличием между могущественным и вынужденной причиной. И из этой четвертой разницы мы понимаем одну очень важную вещь, которая заключается в том, что Бог создает, Бог, будучи могущественным, может создавать как то, что было создано, так и нечто совершенно другое, совершенно обратное. И еще один вопрос, которого важно коснуться в данном обсуждении. Дело в том, что некоторые мусульманские ученые, некоторые мыслители полагали, что признаком могущества, то есть наличия желания, наличия выбора, является отсутствие действия, то есть отсутствие следствия. То есть, если говорить еще понятным языком, то, что Бог был и не было ничего, то есть, что Бог существовал, но не существовало ничего, кроме Бога, и Бог не созидательствовал, Бог не созидал. Это является признаком, признаком того, что он является могущественным, то есть он потом возжелал, потом изволил совершить какое-либо действие, создать что-либо. В противном случае они утверждают, что Бог был бы вынужденным, то есть, если бы Бог созидал бы вечно, из вечности до послевечности, то Бог был бы не могущественным, а вынужденным, был бы вынужденной причиной. И так как Бог не является вынужденной причиной, значит, в какой-то момент Бог не созидал. Бог в какой-то момент, в какое-то время не созидал и позже начал созидать. Но это мнение является совершенно ошибочным. И заключается оно в том, ошибка эта заключается в том, что действие Бога, созидательство Бога зависит от его желания. И вполне допустимо, чтобы Бог желал этого из вечности до послевечности, то есть, желал этого вечно. Сколько существует Бог, а существует Он безгранично, существует Он из вечности до послевечности, существует Он вечно, то значит, и мог созидательствовать вечно. Ну, а как же то, что Бог не является вынужденным, а значит, должен был бы не созидать, дабы доказать, дабы утвердить то, что Он не вынужден. Мы говорим, что это зависит от желания. Бог мог вечно желать, созидательствовать Бог, но именно наличие этого желания говорит о его могуществе. И нет никакой необходимости в том, чтобы Бог какое-то время не созидательствовал, какое-то время не создавал. Этот вопрос напрямую касается начала Вселенной. Вопрос о том, вечно ли существовала жизнь, вечно ли существовала материя, вечно ли существовала Вселенная. Вопрос об этом имеет прямое отношение к данному обсуждению, потому что, согласно мнению этих мусульманских ученых, материя имеет начало. Материя имеет какое-то временное начало. А согласно мнению других, согласно истины, согласно тому, что Бог мог вечно желать, ведь могущество, ключевым моментом могущества является именно желание. Согласно этому, нет никакой разницы в том, имела начало материя или не имела начало материя. В любом случае, материя, так же, как и все творения, являются зависимыми, нуждающимися в причине. Они не являются самодостаточными, не являются необходимыми, являются изменчивыми, переходящими из состояния в состояние, и, как следствие, являются ограниченными, беспомощными, являются нуждающимися в причине. И поэтому нет никакой необходимости быть убежденным в той или иной точке зрения. в наличии начала Вселенной или бесконечности Вселенной. Нет никакой разницы с этой точки зрения, потому что Бог могущественный, Он мог вас желать всегда создавать материю, всегда мог вас желать создавать Вселенную. И с точки зрения могущества Бога в этом нет никакой разницы, имеет начало или же не имеет начало, временное начало, не причинное начало, потому что в любом случае Бог является началом, то есть является причиной всего. Но вопрос в том, имел ли этот мир временное начало. Это как с солнцем, обратите внимание, солнце является причиной солнечных лучей, солнце является причиной света, Но при этом не обязательно, чтобы солнце существовало, и не было света, не было солнечных лучей, и только потом они появились. В этом никакой нужды, никакой необходимости нет. Но при этом, то есть при чем? При том, что нет временного интервала между солнцем и его лучами, при этом солнце является причиной. То есть это начальная причина. Мир, без всякого сомнения, имеет начальную причину, и это Бог. Но имеет ли мир временное начало? Может, имеет, а может, и не имеет. С точки зрения могущества Бога нет никакой разницы между этими двумя точками зрения. На этом все. Наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.